В общем мы приехали сюда по делам. По каким делам Лёха запретил мне рассказывать, потому что есть такие люди злобные, которые могут навредить, то есть по работе. Специально далеко от работы от его ушла, чтобы никто не узнал, что за работа. Работа по его профессии. Всё, больше ничего не буду говорить. Мне сказал, иди в баре посиди. Просто показываю вам укоростности. Я вообще никогда не понимала людей, которые хотят другому человеку сделать какую-то гадость. Ну зачем это? Для чего? Я вот наоборот, вот даже как-то ляпну, если что-то не подумав, и человек обидится, я переживаю. А уж чтобы я специально кому-то какую-то пакость сделала, тут это вообще даже представить невозможно. вот такие голуби белые. Смотрите, белые-белые. Белые. Открывается магазин. Я первый раз, конечно, в этой части Жироны. Никогда тут не была. Ну, просто показываю. Ветер, конечно. Смотрите, какой дом зелёный-зелёный. Пойду кофе с молоком. Чего-то так сегодня холодно, вообще непонятно. Ну, вообще-то, нет. Тут всегда так, когда на Симону-Санто, всегда почему-то погода портится. А как вот Симона-Санто проходит, и всё, после этого сразу начинается лето и жара. А вообще, я сейчас скажу, что меня вообще сейчас абсолютно всё устраивает. Вот как бы я, ну, работаю на себе, на свои нужды зарабатываю. И при том я, ну, как бы не убиваюсь на работе. У меня есть свободное время. Я могу заниматься хобби. Я могу с Лёшей ездить какое-то, кататься. Не знаю. Мне нравится моя жизнь. Нет у меня денег огромных в кармане. Ну и что? Я ж не голодаю. Вон сегодня утром встала, открыла шкаф. И знаете, вот как вот бороться вот с этим? Как бы столько вещей, которые я и не ношу, и всё равно вот у меня рука не поднимается их выкинуть. И вот и висят они, и висят в шкафу, и висят, и висят. Как вот это себя заставить собрать? Антресули-то я все разгребла там, всё повыкидывала. С одеждой тяжелее. С одеждой и обуви у меня вот так тяжело. Вот вроде и не ношу, и вот есть такие туфли очень красивые, но они неудобные. Я в них не могу ходить. И вот нет, чтобы всё это выкинуть. Нет, всё место занимать. Всё пока не сгнёт. А это вон депутат, который в тюрьме сидел. Выпустили его, нет? Не знаю. Я, кстати, насчёт не знаю. Я не могу говорить там, правильно они просят независимость или неправильно. Ну, не знаю. Я потому что не знаю. Я какую-то нейтральную заняла позицию. Потому что я не знаю. Парикмахерша, то и нет. Я даже не знаю, как по три часа. Ну, и ладно, чтобы наморгнуть. Зато морщин не видно. Заказала тортилью де потата. Ну, это такая запеканка. И кафе Кумлечо, это кофе с молоком. Ай, да ладно. Я кушать хочу. Сколько он там ещё сидеть будет? Покушаю. Я всякие булки не люблю, а вот эту тортилью де потата люблю. Ну, вот мне кофе уже принесли. Сейчас тортилью де потата разогревают, видимо. Ещё мне сделают пан кумтамаки. Это вот это. Видите, какой я себе новый маникюр сделал. Пан кумтамаки. Это, ну, такой каталанский хлеб, как бутерброд, который хлеб намазан томатом. Ну, в общем, помидоркой с чесноком и там ещё с оливковым маслом. Ну, такое каталанское блюдо. Ну, оно как бы в это блюдо входит и, ну, и ладно. Тут можно без маски сидеть. Ну, вот тут такой огромный кусок. Вот это пан кумтамаки. Видите? Вкусняшка. Знаете, очень вкусно, но у меня больше не лезет. Я вообще не могу это вся впихнуть. Жалко, конечно. Знаете, я насмотрелась там это, передача про толстяков этих. Лучше, если не лезет, лучше не есть. Слушайте, вот что значит пар на окраине Жироны. Посмотрите, я там так объелась. Я так и не смогла доесть до конца ничего. 4,40 всего взяли. Фатата тортилья 2,95 и кафе Кумлечи евро 45. Я так объелась. Я так объелась, капец. Что ж так долго-то, мама дорогая? Хочу вам показать, в общем, там впереди вот это кирпичное здание. Это тюрьма. Представляете? Никаких оград, никаких полицейских, ни собак, ничего. У нас тоже в центре Ижевска, у нас на Зенитной, где у нас там березовая роща, у нас там тоже была тюрьма, но там был ров, там было все колючей проволокой. Ужас. И собаки, и заключенных, мы маленькие были, там играли в березовую рощу. И когда, в общем, эти заключенных куда-то вели, то ли они гулять шли, то ли их куда-то вели. Так их было много. Так собаки лаяли. И мы, конечно, бежали смотреть, что там такое. И это было такое жуткое зрелище. Вели вот заключенных в робе с троем. И собаки на них прямо кидались, готовы их как будто разодрать. А вот это вот такая тюрьма. Смотрите, вот эта тюрьма. В жароне стоит. Не знаю, можно и нельзя ее снимать. Но я тут издалека. Издалека вам ее поснимаю. Вот она. Видите? Ну там тоже, видите, вон есть вышка какая-то. Не буду уж близко подходить, а то еще как меня тут схватят за съемку. Кто знает. Видите, как люди там. Это ж не бараки, вон как красиво. Я не думаю, что это администрация. Нет. Оно там и впереди так же все. Ох, а да, сказали, что, блин, Навальный сидит в хороших условиях просто. Что-то людей совсем, что ли, за дураков считают, а? Что, как будто люди не видели, какие тюрьмы в Европе, какие тюрьмы в Америке, да? Как уж совсем людей, совсем, видимо, как будто какая-то дура в тюрьме сидела бессовестно. И еще и врет. Как ее звали-то? Забыла, как ее зовут, эту корреспондентку. Как вот люди потом будут с этим вот жить? Всякие Соловьевы, всякие вот эти Киселевы, корреспонденты эти продажные. Как они потом вообще с этим будут жить, когда кончится все это беззаконие? Ой, ужас. Как правильно говорят, тюрьмы в Европе и в Америке для исправления, а не для того, чтобы человек потерял вообще всякую человечность, не для того, чтобы сломить человека, уничтожить, а для исправления. То есть в таких тюрьмах не издеваются над людьми, в таких тюрьмах пытаются как их вернуть в социум, вернуть в жизнь. А что у нас делают в тюрьмах? Это просто караул. Ну, я и раньше, конечно, это знала. Знала я раньше. Но у нас почему-то есть какие-то люди, которые все в каких-то розовых очках пребывают. Все вот. Все у них что-то запад виноват, все это. Все кругом виноваты. Только не этот, блин. Ой, ужас какой. Ну, вот вам показала тюрьму. Тут бочки, тут стоят. Не буду показывать работу, Леша, но еще раз скажу, что... Конечно, я бы показала и рассказала. Ну, понимаете, есть люди, у которых как бы не выходит ничего там. Они не могут это устроиться. И вместо того, чтобы себя обвинять, они обвиняют окружающих. А что сделаешь? Что нужно сделать по их мнению? Надо нагадить к другому. И поэтому вот так все-таки увидят. Мало ли позвонят, что-нибудь там наболтают. Вот как Лена Хэппи тоже про школу рассказывала, рассказывала. Пришло туда поганое письмо. А тюрьму я показываю, потому что Леша не в тюрьму устраивается. Нет, не подумайте, что Леша в тюрьму устраивается. Нет, конечно. Да его туда и не возьмут. В такие организации, в полицию, там, ну, на военную службу охранниками. И берут людей с гражданством Испании. Леша что-то еще забыл опять. Ну, в общем, все. Все нормально, все хорошо. Все супер. Ну, все. Кончились наши мучения. Все мечты сбылись. Сейчас Лерой Марли. Поедем. Поедем. Потому что все хорошо. А я и не сомневался. Ни секунды. Ни секунды. В, безумие. В. Компания. В. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...